МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Палки в руки и вперед! В Наринмаре, как и во всей стране, отметили день ходьбы. Об этом и не только. Смотрите в ближайшие 20 минут. Здравствуйте! Подводим итоги понедельника. Первого рабочего дня в студии Олега Танзейский. Мы начинаем. Губернатором Ненинского округа избран Александр Цибульский. Решение о его назначении сегодня на внеочередной сессии приняли депутаты окружного собрания. Напомню, что в соответствии с уставом региона губернатор избирается парламентом по представлению президента России в соответствии с федеральным и региональным законодательством. Для избрания на должность губернатора Ненинского округа глава государства Владимир Путин внес в региональный парламент три кандидатуры. Это в Рио губернатор Александр Цибульский и депутаты окружного собрания Андрей Ружников, а также Андрей Смыченков. Процедура голосования максимально проста. Избрание губернатора округа осуществляется открытым голосованием путем подачи только голоса «за» не более одного из представленных кандидатов. Избранным считается кандидат, за которого проголосовало большинство от установленного числа депутатов, то есть 10 и более. Участие в сессии приняли 17 народных избранников из 19. По уважительным причинам отсутствовали депутаты Римма Галушина и Татьяна Федорова. В результате за Андрея Ружникова проголосовал один депутат. В поддержку Андрея Смыченкова выступили два парламентария. Александр Цибульский набрал 12 голосов. По итогам открытого голосования, большинством голосов от установленного числа депутатов, губернатор Нейнского автономного округа, сроком на 5 лет избран Цибульский Александр Витальевич. Решение собрания об избрании губернатора будет оформлено постановлением и официально опубликовано. Ну и сегодня же Александр Цибульский официально вступил в должность губернатора Нейнского округа. Торжественная церемония инаугура состоялась в полдень в концертном зале Дворца культуры Арктика. Глава региона принес присягу в присутствии полномоченного представителя президента в Северо-Западном федеральном округе, уполномоченного по правам человека в Российской Федерации, депутатов различных уровней, членов Совета Федерации, почетных жителей заполярного субъекта и других приглашенных гостей. О том, как это было, в следующем материале. Торжественная церемония вступления в должность губернатора Нейнского округа проходит при полном зале. В числе приглашенных гостей – высокопоставленные политические деятели, депутаты Государственной думы, члены Совета Федерации и простые граждане. Вот военнослужащие местного гарнизона вносят на сцену главные символы государства из-за полярного субъекта. После председатель регионального собрания депутатов Александр Лутовинов зачитывает официальные результаты сегодняшнего голосования. Большинство парламентариев поддержало именно Александра Цибульского. Вступая в должность губернатора Нейнского автономного округа, клянусь соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные законы, уставы законы Нейнского автономного округа, а также исполнять указы президента Российской Федерации, постановления правительства Российской Федерации, уважать и охранять права человека и гражданина, приложить все знания и силы для повышения благосостояния жителей Нейнского автономного округа, верно служить народу и Конституции Российской Федерации. Цибульский Александр Витальевич вступил в должность губернатора Ненецкого автономного округа. Первым с официальным вступлением в должность губернатора Александра Цибульского поздравил спикер регионального парламента. Доверие, оказанное вам депутатами округа, является свидетельством высокой оценки вашей профессиональной деятельности. Труд губернатора – это одновременно огромная честь и огромная ответственность. Но у нас нет никаких сомнений в том, что вы приложите все усилия для развития нашего региона. Ведь для этого у вас есть все необходимое – опыт работы на федеральном уровне, лидерские качества, высокая работоспособность, а самое главное – уважение наших граждан. В одном из первых своих интервью окружным средствам массовой информации вы сказали следующие слова. «Здесь ты настолько близок к людям, что ежедневно, разговаривая с ними, понимаешь, их достойная жизнь напрямую связана с твоими решениями. Пусть каждое ваше решение, каждый поступок будут и впредь продиктованы заботой о благе каждого жителя Заполярья». Со словами поддержки к новоиспеченному губернатору обратились и остальные гости. Так, например, полномочный представитель президента в ССФУ Александр Бегло в своем выступлении отметил, главная задача любого руководителя того или иного субъекта – слышать людей в центре внимания и в улучшении качества жизни местного населения. «В течение года вы уже выполняете обязанности, и хочу сказать, что есть определенные успехи, но их надо улучшить, их нужно сделать более весомыми, потому что жители от вас этого ждут. И вы сегодня являетесь вместе с депутатами, законодательными собраниями, защитниками этой земли и защитниками населения, которые живут на этой старинной древней земле». На инаугурации сегодня присутствовала и уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова. Омбудсмен заявила, защита прав и интересов граждан – это тоже одна из задач любого губернатора. «Я хочу пожелать вам оптимизма, здоровья для того, чтобы сделать жизнь людей лучше. В своей клятве центральное место вы, как и положено по уставу, уделили защите прав и свобод человека и гражданина. И сегодня, когда арктические территории находятся в центре внимания президента Российской Федерации». Развитие сельских территорий и работа с местными кадрами – моменты, на которые в первую очередь должен обратить Александр Цибульский, считают представители ветеранских организаций. Об этом поздравляя главу региона, заявил почетный житель Неницкого округа Вячеслав Карипанов. «Разговаривая с председателями ветеранских организаций, разговаривая с жителями округа, я слышал от них добрые слова о вас, о вашей деятельности. Поэтому просили все, чтобы вы обратили внимание на следующие моменты, которые они считают важными в нашей жизни. Это приостановить или остановить и вдохнуть новую жизнь в наши села. Это очень сложная задача, но они считают, что вы с нею справитесь». Затем слово взял сам Александр Цибульский. Проблем в округе достаточно, и их нужно непременно решать, отметил он. Поэтапно, а еще предупредил своих коллег за невыполнение поручений. Подчиненные будут нести персональную ответственность, все без исключения. «Здесь, как принято говорить, и об этом сегодня уже упоминалось, здесь за полярным кругом возникает особое, совершенно четкое понимание значения слова «честность». Вот я старался весь этот год не прятаться за чужими спинами. Честно говоря, и возможности такой особо не было, поскольку действительно вот эта связь между руководителем региона и каждым жителем, она очень короткая. Но я понял, что вот это понятие честности здесь абсолютно. Абсолютно. И сейчас, стоя на этой трибуне, я смотрю в зал и понимаю, что могу с уверенностью сказать, что с большинством из вас я знаком лично. И за этот год мы успели встретиться, с кем-то встречались не раз. Мы обсуждали какие-то вопросы, в том числе какие-то проблемы. И действительно, мне кажется, старались наметить пути их решения, а какие-то из них, может быть, даже уже сумели решить. К сожалению, конечно, не удалось решить все проблемы, но я хочу вас уверить в том, что ни одна из них не отложена в сторону и не забыта. Все то, что мы с вами обсуждали, все те проблемы, которые вы обозначали на встречах со мной, они будут продолжать решаться, и я уверен, что мы постараемся решить их все. Я неоднократно говорил сегодня об ответственности. Сам я ее постоянно связываю с фразой нашего соотечественника, писателя, журналиста, общественного деятеля Фазили Абдулович Искандера. В одном из его произведений он сказал, на мой взгляд, очень точную фразу, что настоящая ответственность бывает только личной. Человек краснеет один. И я хотел бы призвать всех тех людей, кто в ближайшие годы будет работать вместе со мной, давайте работать так, чтобы никому из нас не пришлось краснеть. И всегда помнить о том, что каждый из нас несет персональную ответственность перед людьми за свою работу. Еще раз большое спасибо за доверие. Я сделаю все, чтобы его оправдать. Отдельно к губернатору обратился глава муниципальных образований. Он призвал руководителей сельсоветов повысить активность в работе. За последние 12 месяцев Александр Цибульский побывал практически во всех крупных деревнях и селах. В каждом поселении масса нерешенных проблем. И порой, чтобы решить их, нужно просто иметь желание. Олег Итанзийский, Леонид Шишелов, Дмитрий Лукевич и Владислав Носкин. Телеканал «Север». В Ненинский округ прибыла уполномоченная по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова. В программе трехдневного визита многочисленные встречи, одна из которых состоялась главой региона Александром Цибульским. Стороны обсудили работу правозащитного института на территории Ненинского округа, а также взаимодействие органов власти с уполномоченным в регионе. Как отметил в начале встречи Александр Цибульский, в Ненинском округе институт защиты прав человека очень активный, хорошо развит и работает в тесном взаимоотношении с администрацией региона. Подчеркнув, что хорошо налаженное взаимодействие между институтом уполномоченного и представителями исполнительной и законодательной власти всегда работает на пользу людей. Я всегда и никогда не скрывал, считаю, что главная ценность в сегодняшней жизни – это человек. Это соблюдение его прав, его прав на жизнь, его прав на достойное существование, право на самореализацию и так далее. Вот в этом смысле, мне кажется, синергии института уполномоченного права человека и представителей исполнительной и законодательной власти очень важны именно для того, чтобы сделать жизнь людей более качественной, более насыщенной, ну и соответствующим тем современным реалиям, которые они сегодня имеют право получать. Татьяна Москалькова, в свою очередь, сообщила, что основная целью визита – ознакомление с организацией работы по защите прав человека в Ненинском округе к жизнью людей на Крайнем Севере. Она подчеркнула, что управление северными регионами, на ее взгляд, имеет определенную специфику. Это связано с величиной территории, глобальными задачами, которые ставят перед собой государство в отношении Арктики и экономическим развитием, и в то же время необходимостью сохранения культуры, традиций, защиты и прав коренных малочисленных народов. Сегодня огромное внимание уделяет президент Арктики. Тема Арктики, как никогда в истории российского государства, сегодня звучит во весь рост, а это значит и тема прав человека, обеспечения жильем, медициной достойной, образованием. И здесь очень сложно это все решить, потому что огромные территории, и найти такую модель, которая бы устраивала и людей, и было направлено решением глобальной задачи. Татьяна Москалькова также сообщила, что за последний год количество обращений в ее адрес разных регионов сократилось, что говорит о стабилизации ситуации по ряду направлений, в частности, по действию программ переселения из ветхого жилья, федеральные программы предоставления жилищных субсидий на переселения из районов Крайнего Севера. Римма Галушина будет представлять интересы Ненецкого округа в Совете Федерации. Полномочия члена Сафеда, представителя от собрания депутатов Ненецкого округа, ее наделили окружные парламентарии. Полномочия Риммы Галушины, как депутата собрания депутатов, прекращаются 2 октября текущего года. Римма Галушина родилась в Наримаре. Большую часть ее трудовой деятельности связана со сферой образования. Прошла трудовой путь от учителя до начальника управления образования и молодежной политики. Работала помощником члена Совета Федерации. Занимала должность уполномоченного по правам ребенка в Ненецком округе. 9 сентября избрана окружным депутатом по одномандатному округу Городецкий. Кандидатуру Риммы Галушины для наделения полномочиями сенатора поддержали большинство окружных депутатов. В последнюю субботу месяца Наримарцы вместе со всей страной вышли на лыжероллерную трассу, чтобы отметить Всероссийский праздник – День ходьбы. Участники преодолели трехкилометровую дистанцию. Вместе с ними прошла моя коллега Ольга Русул. Всероссийский День ходьбы проходит в четвертый раз. И в четвертый раз Наримарцы выходят на старт, чтобы пройти быстрым шагом 3 километра. Кстати, в прошлом году участие в празднике приняли 250 тысяч человек из 60 городов нашей страны. И Нарьинмара в том числе. Почему ходьба? Олимпийский комитет, олимпийские движения – не только спорт высших достижений, но и массовый спорт в том числе. Ходьба из них самая доступная, самая понятная. Это основной, наверное, показатель активного образа жизни. Сегодня на старте более 70 горожан. Возраст участников не имеет значения. На празднике полная демократия. Вот родители нам предложили, вчера позвонили родители, предложили всем классам провести вот такое мероприятие. Всероссийский День ходьбы. И мы откликнулись. Учитель начальных классов Тамара Федоровна вышла на старт вместе с 10 учениками. Кроме того, среди ходоков родители класса, ее дочка и внучки. Ребята, как думаете, будете первыми? Да! Антон Засухин сегодня на спортивной дорожке вместе с малолетними сыновьями. По его мнению, мероприятие погода самая располагающая, чтобы приучить молодежь к спорту. Вот у меня старший сын ходит в бассейн на плавание. А там младший пока... Егорка, иди сюда. А младший пока никуда не ходит. Ну, в дальнейшем хотим записать его на секцию. Вот, решили вести здоровый образ жизни. Вот, и Ярик вот с нами. И Егорка тоже. Нет возрастного ценза и ограничений по способу ходьбы. Идти можно как угодно. Быстро, медленно, по-скандинавски, с палками. Словом, среди идущих равенство и братство. Никакого соперничества. Как у вас настроение? Прекрасное. Отлично. Скорость передвижения во время ходьбы не является решающим фактором. Здесь главное именно участие. Но с заметным отрывом лидирует группа мальчишек. Конечно, немного мухлюют. Пока никто не замечает, с шага переходят на бег. Но сегодня это простительно. Я спасу меня, я всегда хожу на все мероприятия. Самые первые ходоки финишируют за 15-16 минут. Всем без исключения участникам положены благодарственные письма от Олимпийского комитета. Вместе с активными спортивными наринмарцами Всемирный день ходьбы отмечали Ольга Русл, Дмитрий Лукевич, телеканал «Север».